давайте сделаем так пусть это будет пока один вопрос но более капитальный я сейчас переключу камеру да и покажу вам эти фотографии ладно разговор продолжается просто запись заканчивается каждые 20 минут сейчас секунда так надежда это фактически будет серия ну хоть один вопрос остается у меня такое недовольство самим собой что я по верхушкам пробежал вот вот посадка семян открыл сейчас быстро 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 и присоединю к первой серии вот не раз показывал не два показывал сам принцип сейчас вот сам принцип когда не глубоко закопано косточка выкапывается сама полностью сама об этом ни один учебник почему не упоминает потому что у них проблема закопали поглубже семидоли остались под землей и сгнили мало того слования сам бы сгнило а еще семидоли сгнили об этом странное дело но почему они в саду не бывает это пишет книги учат в фильмах вот это меня удивляет смотрите теперь сюда так вот эту фотографию потом увидите все поймете так я быстро 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 второй вопрос будет мы не больше не касаться знаете чего стратификации после стратификации схожесть как бы садишь когда семена спящие и года и сотни взойдет 5 10 или 95 а когда вот таком виде как вы сейчас на фотографии уже точно взойдет только не давайте мышам съесть и это и за еще кого-то загубить вороны могут выклевать вот этот момент теперь сейчас я покажу что такое гряда сейчас 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 ну потом увидите у нас с вами сожалению получается тот же принцип как секси по телефону точно такой же ну ничего вы слышите вот может так назвать фильм да хорошо у нас с вами всего же все в порядке сейчас я покажу несколько фотографий вот эта фотография ключевая для будущих учебников сейчас увидите вот она явный переход верхней части нижней части и вот так вот садить надо по этому месту самое надежное место и есть вот об этом не знают многие потому что говорят садите как хотите и где будет поверхность земли там и будет корневая шейка вот поэтому у нас и нет ни черта в садах вот из-за того что это очень важно просто говорить особенно для меня вот я сам принцип хочу понять это я услышала и мне действительно вот теперь я вы говорите а я визуально все это представляю как я буду делать уже свой участок вижу так что это очень важно для меня сейчас сейчас нашел подходящую фотографию и так вот она и так мне прислали но это мой ученик или ученица вот она полугая гряда здесь конечно бойцы самые верхушки гряды подсыхать понятно здесь меньше всего влаги быстрее всего высыхать но для этого надо еще и поливать вовремя и тогда получается садить можно густо например через 30 сантиметров между грядами можно вот тут допустим от одной верхушки до другой на фотографии ну метра два с половиной ну что можно так и в сад оставляет вас половина первые 10-20 лет мешать друг другу не будут 10-15 лет ну а потом можно и топор проредить убирать все что не нравится вот сама природа проредить а пока густо-густо через 30 сантиметров и можно через метр на первом этапе почему захватывать все 40 у вас получается плюс еще там полгектара и больше все эти 500 косы с ученической рассадить на полгектара а потом не все взойдут ухар вот вот мой принцип что такое найти бы сейчас я найду в другом месте и мы будем ближе к концу итак фотографии этого года где сергей садил там где у него густо-густо-густо густо-густо потому что я надеюсь что у вас зайдет с такой же густотой очень надеюсь я тоже очень надеюсь ну еще пару минут потратим на мышей но чуть позже ладно ну вот как раз да как раз еще вот этот вопрос еще хотела задать и сильно не хотела вас скажем так занимать а вот этот вопрос тоже меня волнует раз нас слышит будет много людей значит мы время не потеряем так 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 ну допустим пусть вот эта фотография вот это вот да сейчас вот я надеюсь что у вас войдет так же вот как здесь например и соседская фотография это уже в другом месте вот это получается здесь у него как раз раз два больше чем у вас косточек ну впечатляет если вот вы по этому пути пойдете а кто-то мне услышит скажет а я не 500 мы 300 косточек абрикоса заказали а кто-то заказывает 1000 или 3000 вот он обойдет вас сразу вот например если бы я вот этим садом ну не я у меня уже возраст сергей бы вот пригласили в темиевскую академию дали бы его бульдозер вот эти же гектар распахать посадить вот такой густотой как тут через пять лет мировая сенсация потому что вы знаете я в одной куске вы же в Испании живете сейчас вот не называя фамилию академика действующий академик почему не называть сейчас поймете я на международной конференции мне отключают микрофон согнали с трибуны ну если его попросили вот было за что нехрен это в чужой монастырь а где все гладко и все где было спланировано тихо за благодать вот а после меня выступал академик кто догадается потому что он в городе Крымске это в Краснодарском крае вот кому надо тот поймет о каком а фамилии не могу произнести почему я ожидал откровения я сам привез откровения в каком плане в том плане что показать то чего нет во всей России и на этом этапе быть не может то есть невиданные фотографии они кстати отказались 50 фотографий показать вот вся вот эта роскошь вот вот бы академик бы удивился этот а он то еще пришел доклад говорит я был в Испании и взял показывал фотографии из испанских садов в основном Персике а мне было так обидно испанские показали я уже видите слово чуть не применил испанские показали хочется вставить мать одно слово а сибирские эти же Персики не показали то есть меня запретили показ фотографии знаете как обманули вы не предъявлялись это я уже вам свою обиду выкладываю сидит молодой парень оператор который вот на экране это выставляет на экраны я ему даю в руки этот диск он его вставил проверил все сходится вот эта фотография я буду стоять на экране и попрошу вас включить это ну как это называется пролиснуйте все 50 он сказал хорошо а когда я говорю я уйду с трибуны спасибо что заткнули рот ну дайте покажу фотографию нет вы не заявляли тут слова не заявляли чистый обман только что угодно только не дай бог свое увидит а вот в испанию съездил за казенный счет он настоящий академик прекрасный мужик этот потом самое интересное было потом еще винары будут вот главный редактор полициального хозяйства значит моя любимая редактор пригласила меня растолкала всех вот и к этому академик был окружен потом это железо в сибири я хочу познакомить сама юдина она ну как сказать она меня в москве она меня как называется ну помогала ну как он посмотрел на меня снисходительно и говорит в сибири да ну то есть явно что он про меня не слышал знаете что говорит испытайте-ка в сибири мои абрикосовые подвои краснодарские подвои которые у нас замерзнут 100 из 100 да вот поэтому я фамилии не называю потому что я сейчас фактически смеюсь над ним вот это было а раз вы сказали вы из Испании меня вот это и он он и прицепился он испанские персики показал а сибирские извините нахрен вот если я сейчас покажу эти персики вот вы поймете что какие я приготовил эти самые нет не буду все давайте так что получается возвращаемся к вам первый год у вас должно получиться то что видите на экране потом головная боль лучше из лучших сцениться навсегда если все таки у вас проснется в вас садовод знаете выражение столицу против плотника вот то есть берете привычный нож точит его вот и становитесь столяром с против плотника и тогда у вас получится ну то что в сибири уже стало практически обыденным и ну на какой-то момент и вот в Москве еще нет а вот можете тем более нет еще раз у вас какое-то там уныние утопающие вот что так потому что мы будем устанавливать нигде не поводится а можете вы вот какое образование по сути я человек коммуникатор я очень умею с людьми коммуницировать очень умею им объяснять суть вещей сама разбираюсь ну как бы свою суть вещей не знаю нет такой профессии как я не знаю психологом меня нельзя назвать но я куда не появляюсь почему-то если я что-то такое нашла что могу пользу причинить людям да я начинаю рассказывать и почему и как бы обосновывать что это вот так и вот так люди сначала так недоверчиво а потом все равно ко мне тянутся даже те которые против меня были но все равно одна там у меня Надя ты была правая я тебя кланяюсь не скажу и ладно так такой случай да так так я вас перебиваю знаете почему вы далеко от Ижевска будете жить от столицы нет 60 километров я в Бунинский район я в Бунинский район я в Бунинский район все бешеные собаки это не крюк так теперь у меня нет точно теперь слушайте сюда когда я был в Удмурьке я хотел чтобы побольше народу присутствовало на моем потому что организатор снял кинотеатр там какой-то большой вот а наполнение было одна треть а я еще он меня водил знакомил есть такое он в каждом области есть это называется союз садоводов вот в Удмурте вот я сидел в женщинах абсолютно которые все по барабану какой-то железу приехал почему она должна там это людей привлекать или еще что-то это ну как сказать случайный человек а вы попробуйте делать карьеру а он уже новую карьеру он уже по принципу дежурная помните мое шутливое выражение дежурный по Казахстану и уже его знают десятки казахстанцев помните же вот да 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 пропаганда спорта ну это просто и для галочки нужно что провести какое-то мероприятие сколько человек придет неважно вот это вот отличает много российского человека что ну как бы законы я говорю а по-человечески по-человечески понимаете что это вот не правильно ну так прописано я говорю ну решение всегда можно И вот как-то, понимаете, о чем я говорю, что искать надо то, что адекватно, и то, что пользу людям приносит. Что на закон это? Что на закон это? Операция, это же чиновничество, или как сказать, чиновники, которые делают свою карьеру и не приносят никакой пользы людям. Это давно уже туда падаем, в эту яму. Ну, как-то выбираться надо каким-то способом. Не одним, а другим. Ну, вот одно из вещей, которое, то, что я собираюсь переезжать на землю, именно в Россию, что все удивляются, зачем ты от такой хорошей жизни уезжаешь. Я говорю, а кто скажет, что здесь хорошая жизнь? Здесь сытая жизнь, но это не хорошая жизнь. Корней здесь ваших нет. Здесь все равно будет идти чужие. На родину едьте, в родине нужны. Понимаете, вот как-то вот с таким посылом. Ну, сейчас еду, тоже, кроме посадки, еще там есть одно дело, которое тоже должна немножко людей разбудить. Вот такие вот дела. Значит, так, я вижу ваше будущее. Значит, очень нужно, чтобы осенние посадки были сейчас про мышей. Спасены от мышей. Так, тогда схожесть практически будет большая часть. Если нет какой-то особой причины. Вы знаете, что такое геопатогенная зона? Не дай Боже. Я хотела просто маленький вопросик задать. Ну, я знаю, что такое геопатогенная зона, но глубоких знаний у меня на эту тему не было. Ну, просто посмотрев ваш очередной вебинар или там видеоролик, я как бы согласилась с вами полностью, что такое геопатогенная зона, что туда, как бы смысла не отсидеть. И прорылась в интернете вообще, что растет, что такое. И вот понять, что в геопатогенных зонах растет хорошо крапива. Я не знаю, это правда или нет. Нет, да? Это вот именно, что крапива. То-то и дело, что крапива там хорошо идет. Возле меня несколько соток геопатогенная зона. Пока я пройду через эту крапиву, я вижу крапиву. Ну, вот, значит, это не правда. Правда, правда, правда. Правда, да. Рядом со мной геопатогенная зона сплошная ковер из крапивы. Ну, иногда, иногда, иногда ведь правду пишут. Случайно, правда, редко. Так, давайте так. Мы сейчас... Уже, теперь уже мое время стекло. Я отключусь через 2 минуты. Послушайте сюда. Даже меньше. Итак, в санпидемстанции Вежевский закупаете отравленное зерно. Вам на вашу сердце понадобится примерно 5 килограмм. Не разоритесь. Раскладывайте по бутылкам полиэтиленовые полуторалитровые бутылки. Горлоско чуть расширяйте, обеспечивайте свободный проход мышам. Но чтобы птицы не исклевали и не погибли. Вот. То есть чуть-чуть расширяйте горлоско. Чуть-чуть. Вот. Они очень пластичные. Еще последние дни, перед зимой, пока снегом бутылки не накроют. Следите. Одни будут бутылки пустые, значит, съели. В других бутылках будут лежать отравленные мыши. Тоже может быть. Не тронутые зерно, значит, не там положили. Переложите. Первый снег вы увидите по мышиным следам, где они еще остались. Избавитесь от мышей. Считайте 90% успеха. Ну, геопатогенные зоны, тут только руками разводить. У меня бывало получастка 100%, получастка 0%. И берем руки, рамки. Хорошо умею. Вот. А теперь смотрите. Пошла последняя минута. И мы с вами расстаемся, но, надеюсь, ненадолго. Может быть, через несколько дней еще. Причем вы это накопите вопросы? Повторим. Ладно? А пока все. Так вот случилось. Сегодня особый день. Вот. И я не могу дальше просто говорить. Вот. Получится две серии фильмов, которые я назову. Россия-Испания. Что-то в этом роде. Чтоб вы знали. И черновики вам вышлю, если они обработаны. Все. Надя, до свидания. Я вас люблю. Всего доброго. Вы для меня исчезающее племя людей, которых надо взорвать красную книгу. Просто люди не все право знают. До свидания. Целую. Спасибо большое вам. Спасибо большое, что со мной поговорили. Всего доброго. Валерий Константинович, удачи вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok